Здравствуйте! Пришла осень, не за горами зима. Все говорят и пишут про осенние работы в саду. Мы также решили затронуть эту тему. Информации в интернете много, мы просто решили ее систематизировать. Первое. Самая нудная, но все-таки обязательная процедура – это уборка листвы и скошенной травы, если вы использовали ее в течение лета в качестве мульчи. Зачем? И так ли уж это необходимо? Некоторые садоводы рекомендуют ее не убирать или использовать ее в качестве укровного материала. Конечно, опавшую листву можно и не убирать, ведь в лесу же ее никто не убирает. Но представьте, как будет выглядеть ваш участок весной. За зиму она все равно не превратится в гумус, а вот грязь вы разведете. Для меня только этого довода достаточно, чтобы схватиться за грабли. Если я вас не убедила, то, возможно, довод, что опавшая листва может стать отличным местом для зимовки вредителей и болезней, станет гораздо более серьезным доводом. Для примера. Вы боролись с мучнистой росой на кленок, или с ржавчиной на смородине, или с пятнистостью на розах или яблонях. Вы тратили время и силы. И если не убрать листву, то, скорее всего, на следующий год можно все начинать сначала. Большинство из них прекрасно перезимуют в опавшей листве. Есть мнение, что сухая листва может быть неплохим укрывным материалом. Полностью с этим согласна. Но при условии, что она сухая. А где в Ленинградской области ее взять? Ну, если только заблаговременно об этом не позаботиться. Еще один нюанс. Для укрытия подходит та листва, которая не сгниет за зиму. А что это может быть? Ну, конский каштан и дуб. Другие растения на ум не приходят. И опять же, если они ничем не болели и не повреждались вредителями за лето. То есть, если вы обладатель абсолютно здорового сада, и у вас на участке сплошные дубы и конские каштаны, то вы можете не убирать листву и использовать ее в качестве укрывного материала. Но пока мне такие участки еще не попадались. Второе. Осенние удобрения. Очень большая и объемная тема. Конечно, осенью неплохо бы покормить растения, особенно если речь идет о плодоносящих культурах. Но боюсь, что в октябре-ноябре будет уже поздновато. При низких температурах азот, фосфор, серо, железо, марганец и цинк растениями почти не усваиваются. Поэтому, если посадки уже сделаны, а вы непременно хотите покормить ваши растения, то оптимальным сроком можно считать период где-то с 15 августа по 15 сентября. Более позднее внесение удобрений, неважно, идет ли речь об органике или минеральных удобрениях, подходит для подготовки почвы к будущим посадкам. И опять же, делаю акцент, что при осенней подкормке азот вашим растениям не нужен, а вносить его под зиму тоже не имеет смысла. К весне в почве все равно ничего не останется. Третье. Профилактические обработки. Дело нужно и важное. Однако, тут важен температурный режим. Многие препараты работают только при достаточно высокой температуре почвы и воздуха. Если речь идет об обработке в октябре-ноябре, то здесь вам помогут такие препараты, как метный или железный купорос, бордовская жидкость или хорос. А вот такие препараты, как скор, хом и многие другие, работают при температуре от плюс 15 до плюс 25. У нас, увы, в октябре температура намного ниже. Про ноябрь уже вообще молчу. К сожалению, не на всех упаковках дан оптимальный температурный режим для инсектицидов и фунгицидов. И не всегда быстро можно найти информацию в интернете. Дам небольшую подсказку. Если в инструкции сказано, что обработка делается в период вегетации, то препарат не будет эффективен при низких температурах. А если указана дозировка до начала или после окончания вегетации, то для обработок в октябре этот препарат нам с вами вполне подойдет. Четвертое. Последний полив. Или, как его называют, влагозарядный. Если осень сухая, то поливать придется, как бы нам этого не хотелось. Как понять, нужно поливать или нет? Есть старый дедовский способ. Где-нибудь в саду, конечно, не на самом видном месте, можно сделать небольшую ямку, не менее 40 сантиметров, на этой глубине и оценить, насколько земля влажная. Пятое. Стрижка и обрезка. Осень вполне подходит для стрижки и обрезки. В первую очередь для санитарной, когда вы убираете сломанные, недоразвитые или больные ветки. Можно проводить формовочную стрижку кустарников, цветущих на побегах текущего года. То есть всех кустарников, зацветающих во второй половине лета. Исключением может стать метельчатая гортензия, которую лучше формировать весной, а осенью только убрать соцветия, если они у вас очень большие и тяжелые. Плодовые я бы оставила на весну. Хвойные тоже можно стричь, но опять же лучше это сделать в следующем году, когда они тронутся в рост. Неплохо срезать уже засохшие сухие многолетние цветы. Но если вы это сделаете весной, то особой разницы не будет. Правда, весной у вас в саду и так есть чем заняться. Шестое. Ну, осень – это пора посадок луковичных. Как мы с вами уже говорили, много луковичных не бывает. Что еще можно упомянуть? Седьмое. Подготовка растений к зиме. Осень – время побелки плодовых, подготовка укровного материала и укрытия роз, рододендронов и растений, которые совсем недавно появились у вас на участке. Об этом будет достаточно много сюжетов. Ну, вроде бы ничего не забыла. Было бы интересно узнать, как вы готовите свой сад к осени. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. До скорых встреч. Как сказала сегодня моя коллега, скоро будет весна. Осталось всего 8 месяцев. Удачи!